Сегодня в хедлайнере. Новое хобби Сакена Жаксыбаева. Британская певица Адель побила рекорд. На Анжелину Джоли подали в суд за плагиат. Хорватский журналист предъявил актрисе иск. В своем последнем на настоящий момент проекте Джоли выступает в качестве режиссера и сценариста. Фильм «В краю крови и меда» выйдет в американский прокат 23 декабря. Несмотря на то, что до премьеры осталось чуть меньше месяца, фильм уже стал участником скандала. Дело в том, что хорватский журналист и писатель Джеймс Бреддек утверждает, что голливудская знаменитость украла сюжетную линию фильма из его статьи, которую он опубликовал в 2007 году. В романтической драме сербский мужчина влюбляется в боснийскую мусульманскую женщину, после чего их разделяет война 1992 года в Боснии. Анжелина Джоли пока отказывается от каких-либо комментариев. Певец Роуман улетает в Бомбей. Покорять Индию казахстанский исполнитель не намерен, а думает просто встретиться с тамошними звездами кино. А если быть точнее, со знаменитостью Болливуда Шакруханом. Мы с ним едем туда на переговоры, потому что мы уже назначили встречу, дату, и едем, чтобы он снял эпизод. Как вы, наверное, уже поняли, Роуман намерен пригласить Шакрухана засветиться в очередном фильме «Made in KZ». Романтическая новелла от режиссера Самата Базарханова будет носить название «Моя вечная любовь». Певец же здесь выступает в роли менеджера. Того человека, на чьи плечи ляжет груз ответственности переговоров с актерами. Ну и не остался исполнитель без роли в фильме. Хоть и не главный, но зато какой. Я играю положительную роль. Я играю молодого, перспективно, модного парня. Шакрухану наши киношники приготовили роль несложную. Играть он будет человека, кто поможет главному герою понять, что такое любовь. Теперь главное, чтобы звезда Болливуда согласился на это. Роман, кстати, открыл нам еще один секрет. В картине «Моя вечная любовь» вполне возможно засветится популярный российский стилист Сергей Зверев. Когда он приезжал сюда, с ним уже режиссер общался тет на тет, и он вроде дал согласие. К нему полетит, наверное, в середине декабря. Мы тоже обязательно вам дадим знать. Ну а если не расскажете, мы сами все узнаем. Ведь от корреспондентов хедлайнера ничего не скрыть. Адель побила рекорд Эми Уайнхаус. Альбом молодой британской певицы стал самым продаваемым в Англии. 23-летняя ржеволосая исполнительница еще на заре своей карьеры завоевала лесный статус новой Эми Уайнхаус. Теперь же он подкрепился реальными успехами в шоу-бизнесе. Пластинка «Адель-21» признана самым продаваемым музыкальным альбомом 21 века в Великобритании. На сегодня диск молодой артистки разошелся тиражом 3 миллиона 400 тысяч копий, с тех пор, как он поступил на полки магазинов в январе этого года. Благодаря столь высоким продажам Адель удалось побить рекорд предыдущего лидера – соулк-дивы Эми Уайнхаус, чей последний прижизненный альбом «Back to Black», тираж которого составил 3 миллиона 300 тысяч экземпляров, долгое время оставался самым успешным в Британии. Сакенжек Сыбаев подался в дизайнеры. Небезызвестный в светских кругах человек, который организовал не один десяток светских раутов и модных дефиле, теперь намерен записаться в кутюрье. На днях он собрал прессу и друзей, дабы сообщить новость о готовности его дебютной коллекции, один лук из которой он даже представил на суд собравшимся. За основу своей дебютной коллекции, она, кстати, является круизной, Сакенжек Сыбаев взял классический стиль начала 80-х. При создании нарядов использовались шелк, шифон, атлас и кожа. К слову, все ткани новоиспеченный дизайнер приобрел за океаном. У меня география большая, Лондон, Париж, Милан, что-то с Дубаев, ну очень, Казахстан. Кстати, Сакен в своей коллекции придумывал не только дизайн нарядов, он разработал все до мелочей. Аксессуары, шляпы, очки, обувь, сумки, все это создавалось под его строгим контролем. Старику французу, которая делала шляпы, я говорил, фетр делался в Лондоне, я говорю, блин, ну теперь я хочу такие шляпы. Они говорят, ну такие же тяжело делать, это поля большие, это очень тяжело, нет такого фетра, который бы держал поля. После того, как дебютная коллекция будет представлена в Казахстане, господин Джексибаев намерен презентовать свои идеи в Вене и Париже. Как там вас примут работы, новоявленного дизайнера покажет время. А пока надеемся, что на родине он найдет своего покупателя. Телеканал Хит-Ти-Ви и парфюмерно-косметическая сеть Бьюти-Мания в преддверии 20-летия независимости Казахстана не устают радовать вас, дорогие зрители, приятными подарками. Знакомьтесь, этот мужчина по имени Сенсисбай является очередным победителем СМС-чата на Хит-Ти-Ви. Именно он сегодня стал счастливым обладателем подарочного сертификата от сети магазинов Бьюти-Мания на сумму 5000 тенге. Здравствуйте, меня зовут Джорк Баев Сенсисбай. Я являюсь постоянным зрителем телеканала Хит-Ти-Ви. И сегодня я стал победителем СМС-чата Хит-Ти-Ви и обладателем подарочного сертификата на сумму 5000 тенге от магазина Бьюти-Мания. Я очень этому рад, спасибо Хит-Ти-Ви. Будь активным, общайся с друзьями и знакомыми, отправляй СМС-сообщение на короткий номер 4565 и следующим победителем станешь именно ты. Чат Хит-Ти-Ти-Ви сближает, а Бьюти-Мания радует приятными подарками. Докажи всей стране, что ты лучший. СМС-сообщение на короткий номер 4565